ребят всем привет и сегодня у нас пополнение ножей от компании спайдерка это нож пара 3 ну так случилось что мы двигаемся от милитари пара милитари эндур тенейшесов и прочих моделей и дошли вот до пара 3 поскольку нож turbo популярный всем известный и существует огромное количество роликов на эту модель то мы решили для наглядности его сравнить с приближенными моделями это конечно же пара милитари 2 и нож непосредственно сам милитый сегодня у нас не полная как всегда линейка хотелось бы больше но будем довольствовать тем что есть тем что есть по остаткам поставщика поскольку сегодня у нас двадцать шестое июня и поставки связи с к видом ограничены и понятное дело не все вариации нету спринтранов нету лимиток и нету даже вот стали 110 виг которые бывают от такого синим цвете вот пара милитари 2 да это у нас ну и давайте далее наглядности сколько она такая яркая сталь здесь 110 виг сравним насколько она больше ну вот буквально когда вот их сравниваешь в таком виде все становится наиболее наглядным наиболее очевидным поскольку отверстие или как его называют раунд холл правильно она одинаковая то у этой модели но как бы более органично да чем крупнее нож чем меньше тем здесь вот на смотрится достаточно я бы сказал даже просторно конечно этот нож наверное прежде всего следует сравнивать с парами ли 3 2 поскольку вот считается что это полная копия именно этой модели поскольку если взять модель милитари или всем известную милю то она смотрится уж прям гипертрофированный у меня даже рука непривычно мышечная память не срабатывает данная более габаритный нож и если сравнивать сравнивать конечно его вот с пара 3 то вы прям вот как папа и сын но оговорочка по фрейду папа и сын селл гвессер и ну не будем здесь у нас конечно же лайнер лайнер лог и ну милю в сторону для наглядности просто взяли когда я в первый раз взял вот пара мили 3 2 мне она показалась прям даже после мили достаточно органичной моделью она неплохо по соотношению клин рукоять и отверстие и в целом вот для моей руки у меня наверное средний средних размеров рука она прям вот зашла я такое взял и думал да с ребятами советовать говорю вот как и диссишный вариант более крутой тут еще компресса лог такой играться позволяет лайнер лог он достаточно такой консервативный да и мне вот эта модель зашла но когда я взял пара 3 нож то сразу у меня возникли чувства такого абортивного варианта что эта модель дескать такая не до пара мили 3 2 что она маловато что первую очередь все мне показался даже женским но я его потаскал несколько дней и мне он на самом деле зашел если это не нужда в длинном клинке если это не нужно постоянно резать там по каким-то продуктам а этот нож до рассматривается прежде всего как и dc вариант то конечно вот именно для повседневки нож очень неплох именно по габаритам он не так габаритен даже как пара мили 3 2 хотя говорит здесь речь не идет но он все равно меньше до в сложенном виде он все равно удобнее на кармане сидит он в карму меньше места занимает на кармане и поэтому вот со временем во время эксплуатации понимая что этот нож принципе очень очень неплох что здесь по конструкции и по клину ну у нас я повторюсь все в базовой комплектации кромка с фулл сериатор или плейн до обработка сатин сталь cpm с 30 и так называемая отрисадка отверстия рукоять накладки gt на есть облегчение лайнеров вот мы вот так видим если в какой-то модель я не помню это идет в таком видите тут два до умели умели идет такое неполное не полностью металлические лайнеры в конструкции они вот они вот здесь заканчиваются видно не знаю видно ну вот видно что он не вот до 2 банки они заканчиваются и все это держатся практически на износостойком gt не то здесь также есть облегчение как у пары 2 что еще по отличию сразу пробежимся давайте возьмем наверно самые классические варианты исполнения в черном и и вот на их возьмем и парами ли 32 возьмем и посмотрим как это все по наглядности вот она эволюция в сторону меньшего и дисси варианта ножа но здесь видно гравировка понятное дело всем известное селглессер и его сын буква е golden colorado юсей все такое это пара 2 это у нас миля что у нас идет по отличию также если здесь мы видим 1 2 3 до 3 упорная то у пары 2 уже идет там 1 2 2 упорная и просторное темлячное отверстие и вот опять-таки возвращаясь к отверстиям здесь оно вроде такое же да как у предыдущих ножей но поскольку нож самка более компактный то здесь все смотрится несколько своеобразно то есть сама в самом стран холл он смотрится здесь немножко прям вот больше я бы сказал темлячное отверстие тоже кажется вот для этой рукояти более просторными более удобным что ли но как оказать как оказывается при сравнении все одно и то же просто вот клин короче да спуск такой более резкий кострию если с обуха смотреть ну говорю вот если поюзать в принципе клин немного меньше да и для edc варианта это практически незаметно хотя вот до сих пор смотрю на парамели 3 2 и этот нож как вот устретненный модель смотрится неплохо хотя когда первый раз взял милю мне тоже этот нож показался достаточно удобным не сказал чтобы он прям turbo большой какой-то габаритный но все познается как говорится в сравнении что по пара 3 еще все так же компрессион лог как в парамели 3 2 все те же врезучие насечки в противоход пальцу вот здесь они видны да и прям буквально прям как вот у паучка на ножках если вы под микроскопом смотришь всевозможные вот эти вот их цепки и лапки вот они подобно им все это вот здесь в принципе и видно удобен хвату принципе здесь как говорится вот бывает у маленьких ножей рукоять страдает да она там по три пальца здесь вот полностью рукоять удобно разве что клин немножко по компактные сервейтеры я вообще очень люблю сервейтеры не вот он и вид агрессивный какой-то придает и плюс более износостойки по регулярному применению кромка садится медленней и вот вот эта модель у меня прям равнодушным уж точно не оставляет по клипсе все такая же четырехпозиционная здесь у нас отверстие для ее смены положения держится она на трех аккуратных торксах и осевой и вот это вот бомбка тут также отличие вот парами ли 32 до держится всего лишь на двух винтах это вот на двух торксах здесь здесь вот добавочные а здесь виде упорной бонки просто как бы ну просто она вставлена то есть откручиваем два винта и просто эта часть изымается и все что еще по форме клинок все то же самое спуске там в три сужения то есть сюда кострию и так далее насечки ну и давайте по вариациям еще раз пробежимся как это все выглядит то есть в сатине в клинке камуфлированном ну то что у нас представлено да вернемся в черном руку черной рукояти серый клинок и серрейторная заточкой это этот модель тоже крутая на мой взгляд камуфлированный черный клинок и здесь у нас конечно же делся обработка клинка это износостойкая очень устойчиво к царапинам и так далее ну клин строго по центру по характеристикам здесь у нас полная длина 184 миллиметра клинок 75 38 по обуху и рукоять 109 толщина рукояти 12 миллиметров ширина клинка 30 миллиметров эти параметры они очень всем знакомы мы их замерять даже не будем поскольку ну чего здесь как говорится уже все промерено измерено и взвешено до вес кстати составляет его по моему 96 грамм и это очень и очень круто для такого ножа то есть он даже по весу не сильно отличается от парамели 3 2 вот у нас еще есть для наглядности эндуро четвертая давайте с ней сравним тоже что прям вот full комплект у нас был но у нас есть конечно там еще темнейшую там и прочих но не будем уже уходить все-таки с с милей да и парамели 3 2 наверное наиболее наглядно все это будет поскольку здесь повторюсь они очень-очень похожи и одна модель из другой как говорится образовывалась и вытекала что мне еще интересно мне интересно его сведение но она где-то в районе 0 5 вот можем померить на штанге цирку всегда с собой как говорится мы всегда претензии предъявляем к российским производителям по поводу там кто-то конски сводит кто-то наоборот не очень вот из последних что у нас было аир он там свою модель новинку свел очень хорошо здесь вот обратите внимание вот на 54 100 cpm с 30 by давайте здесь еще померяем да здесь уже 0 41 получается так все в середине да здесь получается у нас тут 0 45 неплохо и на кончике 0 60 ну это прям я за кончик тут прям воздух прямо взял с нахлёстом чтобы как говорится вопросов не было ну неплохо сведен до 0 5 вполне вполне сносно ну такая вот у нас сегодня такой у нас сегодня показ а-ля сравнение с схожими моделями всех благодарю за просмотр и что еще хотел сказать если у кого-то вызывает интерес по покупке мы как своя аудитория очень лояльно задавайте вопросы пишите на сайте есть почта ссылка всегда будет в описании мы магазин мы это не скрываем и конечно же сделаем максимальную скидку мы все понимаем людям идем на встречу особенно если вы являетесь нашим регулярным зрителям подписчикам ну и все такое мы никак не грузим никого хотите ставьте лайки хотите ставьте дизлайки нам как говорится особой равновесии это не выводит всех благодарю за просмотр много работы будем радовать новыми показами и пока пока пока